Новаторство в образовании и машиностроении, космической отрасли. И в Химках есть такие первопроходцы. Сегодня они рассказывают о своих идеях и проектах главе муниципалитета Дмитрию Волошину. Здесь специалисты НПО Лавочкина, конструкторского бюро «Факел», директора и преподаватели детских садов, школ. Уверены, к большой науке нужно подключать детей. Их идеи могут стать серьезной подмогой прогрессу. Уже сегодня развивают STEM-образование, изучение технических наук на практике. Математику и физику объединяет робототехника. Воспитывают будущих инженеров. Сложные технологические проекты конструируют из подручных средств. Знаменитые международные соревнования «Астейзмакал». Инженерные вузы соревнуются в том, кто выстроит мост. На сегодняшний день 360 килограммов выдерживает мост. И мы это показываем на химкинской нашей международной конференции. Идеи химчан должны принимать централизованно. В планах создать особую площадку для изобретателей, где жизнь их проектам дадут эксперты в разных областях. У нас в муниципалитете должна быть своя какая-то платформа, куда можно прийти. Да, то есть прийти просто и просто сказать, я сделал вот у меня ручка инновационная, я хочу вот ее, чтобы объяснить, я хочу, я не знаю, куда ее применить. Я вот ученый, я ее сделал, не знаю. Куда применить, я не понимаю. Просто я сделал, можете посмотреть, куда применить. А там люди посмотрят и найдут ей применение. Сегодня в муниципалитете уже работает инновационный центр для детей «Бином Ньютона». Там оборудованы лаборатории, фото- и робототехники, программирование. Ребята изучают азы инженерного дела и 3D-моделирования. Скоро у них будет возможность соревноваться с другими юными умами Подмосковья. С этого года Министерство инвестиций и инноваций Московской области будет составлять рейтинг центров инновационного творчества в регионе. Алена Беляева, Николай Забродин, Служба новостей.